Брёнгамфи Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Приступим сразу к делу. Главные темы сегодняшнего проекта. Где телеканал «Городской» и новая российская телевидение занимает частоту, на которой вещают региональные компании? Кто там приехал? Самое высокое начальство прибыло в Рязань. Как не превратить отдых в истерику? Факты и советы от знающих людей. Начнём, пожалуй, с технического нонсенса недели. Многие зрители обращаются в нашу редакцию недоумевая. А где же канал «Городской»? До недавнего времени он преспокойно существовал на своей частоте. К нему привыкли, даже полюбили. И вот вам здравствуйте. Вместо логотипа «Городского» в углу экрана появились буквы ОТР. Это общественное телевидение России. Для справки. Указ о создании общественного телевидения подписал в своё время президент Дмитрий Медведев. Главный редактор и директор канала назначаются самим главой государства. А потому стало понятно, сформирован очередной государственный телеканал и общественного в нём только названия. Да и то, что столичные коллеги буквально повыпихивали региональщиков с обкатной частоты, говорит о многом. Для того, чтобы вновь смотреть наш телеканал «Городской», нужно сделать несложную вещь. Просто настроить его на другой кнопке. Это быстро. Правда, и зрители, и телевизионщики отмечают, что качество вещаний слегка упало. Но это побочный результат вхождения ОТР. И второй совет. Чтобы принимать наши программы на канале «Городской», лучше всего сменить кабельного оператора на «Видикон». Тогда качество приёма и нашего телеканала, и всех остальных будет на высоте. Что касается старта нового телеканала, то «Благосфера» отреагировала на это, мягко говоря, иронично. Медиа-менеджер Антон Носик, например, написал, целевой аудиторией сегодняшнего старта являются не телезрители, а вышестоящее начальство, которому захотели доказать, что десятки миллионов долларов, выделенные на проект из госбюджета, разворованы не полностью. На них куплено кое-какое оборудование, организована студия, наняты сотрудники, свёрстан сайт. А кому и зачем потребовалось городить весь этот огород, начальство, видимо, не спрашивало. Поэтому ответ на такой вопрос в пилотных материалах и не содержится. Визит недели – это, вне всяких сомнений, приезд в эту среду целой когорты высочайшего начальства в Рязанский район. Возглавлял отряд российский премьер Дмитрий Медведев. Он провёл в селе Тюшево заседание Президиума Совета при Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Аккредитован на освещение встреч был Глеб Галушкин, с него и спрос. Продолжает программу отчёт о правительственном десанте. Рабочая поездка председателя правительства Дмитрия Медведева в Рязанскую область началась с посещения семьи Косаревых, которые живут в селе Тюшево, что в Рязанском районе. Многодетная семья недавно переехала в новый коттедж. Дмитрий Медведев отметил, что жильё, построенное в рамках федеральной целевой программы, привлечёт в село молодых специалистов и поможет решить кадровую проблему. Далее Дмитрий Медведев посетил новую амбулаторию в деревне Хирино, а также Тюшевскую школу. Кабинеты здесь оснащены новой техникой, в том числе и компьютерный класс. Дмитрий Медведев вручил школе сертификат на автобус для перевозки детей. Далее, уже на заседании президентского совета по реализации нацпроектов, премьер-министр пообещал не сокращать сельские малокомплектные школы. Сельские школы сегодня составляют 60% от общего числа российских школ. Половина из них практически – это малокомплектные школы. И, конечно, мы понимаем, что мы в большинстве случаев их будем сохранять, имея в виду, что они будут давать не просто какое-то образование, а образование качественное, современное, и давать равные стартовые возможности для детей. На заседании по вопросам развития села Дмитрий Медведев призвал губернаторов активнее взаимодействовать с Министерством регионального развития. Всему необходимы дороги, школы, развитие коммунальной инфраструктуры, больницы, детские сады, потому как стандарт проживания, независимо от того, где находится сельский населенный фунт, в Центральной России, на Кавказе, на Долее Востоке, должен быть одинаковым. Это примерно напоминает самолет. Мы летим в самолете, иногда в салонах разного класса, а при этом стандарты качества и безопасности для всех одинаковых. Дмитрий Анатольевич Медведев дал очень серьезные поручения по разработке конкретной и принятию конкретной программы социального развития села. И было обращено внимание на несколько моментов. Это, прежде всего, ипотечное кредитование для тех людей, которые живут и работают на селе. Второе, программа, нацеленная на привлечение дальнейшей и закрепление специалистов для здравоохранения, для образования, развитие инфраструктуры села. И были вопросы, связанные с поддержкой товаропроизводителей на селе, потому что агробизнес сегодня развивается и развивается успешно. Один из основных вопросов – демографический. Тенденция поток людей из сельска в городскую местность, по словам высоких чиновников, остается неизменной, даже несмотря на значительный объем бюджетных вливаний в агропромышленный комплекс, а также запуск целого ряда программ по поддержке жителей небольших деревень и поселков. Министр труда Максим Топилин сообщил, что совсем недавно начал работу еще один проект по поддержке многодетных семей. Когда рождаются третий ребенок, для Рязанской области это является актуально. Рязанская область поиск проекта, федеральный проект, получает общение с федерального бюджета на эти программы. С этого года, когда рождаются третий ребенок, семья получает в особом размере прожиточного региона. Это означает, что прожиточный минимум ребенка порядка 70 тысяч рублей. Если мы сравним это с известной программой материнского капитала, мы увидим, что за три года это развод достаточно серьезный сопоставимый с материнским капиталом. Мы надеемся, что эта программа даст нам очень серьезные стимулы. Поддержка это неплохие деньги в сельской местности, возможность устроить ребенка в детский сад, возможность найти работу в последующем и так далее. То есть это возможность три года спокойно заниматься ребенком, дать ему первые навыки. Впрочем, Дмитрий Медведев признал, что проблем на селе еще довольно много. Но заверил губернаторов, что федеральная целевая программа по социальному развитию села будет продлена. На фоне высокого визита как-то уж совсем потерялся очередное заседание городского парламента Рязани. А между тем, народно-партийные избранники рассмотрели ряд насущных вопросов. А именно, льготный тариф за услуги по помывке в муниципальной бане, исключение из городских границ поселка Ворский и назначение публичных слушаний по проекту застройки поймы рек Плетенка, Павловка и Трубеж. Сейчас там, по мнению депутатов, одни комары да болото. На четверговом заседании городу была Оксана Тебенихина и ее телезаметка продолжает программу. Итак, теперь район Ворские стал маленьким абстрагированным сельским государством. Получается, были жители Ворских городскими, а стали деревенскими. С одной стороны, вроде бы ничего страшного, с другой же статус изменен. А с ним меняются и условия для местных жителей, связанные с правовыми нормами, льготами и элементарными возможностями. Если изменения не сегодня-завтра проявятся с худшей стороны, то об этом депутаты предпочли умолчать. В конце июня пройдут публичные слушания, на которых решится судьба пойм рек Плетенка, Павловка и Трубеж. Как отметили сами депутаты, цитируя официальный сайт Гурдумы, «Сейчас это заброшенная, заболоченная низина, в которой после весеннего половодия скапливается мусор и роятся полчищи комаров». Конец цитаты. Одно описание подобного ада на земле дает понять, что территорию эту давно присмотрели и возжелали местные воротилы. 126 гектаров будут очищены, озеленены и застроены лишь на треть, да и то больницами, школами и фоками. Посмотрим, насколько будет зелено там, где разъезжает строительная техника. Но и тут вопросы. А кто проверит и уточнит финансовые возможности компаний, которые обещают все это болото с комарами превратить в цветущий уголок? А если получится очередной глобальный долгострой и вновь придется губернатору, как это уже бывало, принимать государственные меры, чтобы ликвидировать последствия головотяпства? Как-то здесь приходят на память случаи, когда брались за стройку, да и стояла она десятилетиями, пока деятельные москвичи не выкупят за копейки. Не такой ли и здесь план? Вот в чем вопрос. Короче, нужна тщательная проверка со стороны компетентных органов. Об этом на Думе не было сказано ни слова. Но это все ерунда по сравнению с тем, что депутаты решили оставить без изменений действующий льготный тариф для отдельных категорий граждан за услуги по помывке в бане. Вот так в планы по расщеплению муниципальных земель коварно вписался банный вопрос. Как бы вскользь депутаты решают судьбу людей, слепо соглашаясь с граничащими с уголовным кодексом повестками дня, устраивая полемики лишь по поводу помывки в общественной бане. Как говорится, у кого что болит. Мощный спортивный проект готовят сейчас Рязанской федерации смешанных единоборств. В четверг прошла пресс-конференция, на которой бойцовское руководство поделилось некоторыми планами по проведению местных турниров и участию в соревнованиях на выезде. Для справки, смешное боевое искусство, английская аббревиатура ММА, это сочетание самых разных техник единоборств. Ударный, борцовский, умение проводить болевые захваты, бить руками и ногами. Кто видел зрелище и еще то. По мнению экспертов, все это восходит еще к древнегреческому панкратиону. Предки не жалели на состязаниях ни себя, ни партнера, потому что сражались как в последний раз. Сейчас наследники тех отчаянных древних ребят показывают такое зрелище, что неоднократно в спортивных и околоспортивных кругах поднимался вопрос. А не запретить ли этот кровавый спорт раз и навсегда? Однако бешеная популярность и некоторое ужесточение правил сделали свое дело. ММА сейчас один из наиболее популярных видов спорта, как любительского, так и профессионального. Вхождение в эту бурную реку наших бойцов было одно время под сомнением. Ну вот, пришел самбист Федор Емельяненко и расставил все на свои места. Россия впереди всего мира нашим чиновникам от спорта. Это пришлось по душе и энтузиасты нового бойцовского направления возликовали. Вот что рассказали на пресс-конференции представители Рязанской Федерации о турнире, который был назначен на эту пятницу. Этот проект уже как бы второй. И направлен проект именно на поиск талантливых ребят, молодых, которые занимаются единоборствами. За тот период, который существует наша федерация региональная, нам было сделано достаточно многое. Для чего? Для того, чтобы мы организовали, во-первых, клубы, сформировали команды. И на настоящее время, я считаю, что у нас достаточно мощная команда, которая может двигать смешанные боевые единоборства в регионе. Турнир в Рязани становится весьма представительным, а команда все сильнее. Соревнования, проходившие в минувшем декабре, показали, зрители готовы приходить, смотреть, болеть и поддерживать новый спорт. Тем более, что наши бойцы – это хороший уровень. На этот турнир пригласили лучших бойцов Рязанской области по всем, в принципе, видам единоборств, которые являются призеры Чемпионата мира, Европы, России, Центрального федерального округа, в различных видах спорта. А также уже есть ребята, которые себя проявили в смешанных боевых единоборствах. Команда уже сформирована, уже как год выступаем на соревнованиях, показывает результаты. Как Анатолий Борисович сказал, впереди у нас мероприятия, пригласили нас поучаствовать в телевизионном шоу, будем отбирать лучших, представлять, чтобы Рязанскую область представляли. И, надеемся, выиграют в этом телепроекте наши бойцы. Бойцы и их промоутеры знают, воин – это не только сталь кулаков и захватов, он еще и немного шоумен. Важно заявить о себе, важно оставить впечатление, важно, чтобы зрители тебя вспоминали и ждали твоих боев. Профессиональный спорт в данном случае, он подразумевает какой-то еще от любого спортсмена какой-то элемент артистизма. Это очень важно, потому что сейчас, вот то, о чем у нас говорил наш сейчас тренер, это все-таки пока у нас в Рязани развитие идет более любительского спорта, то есть спорта как такового. Для того, чтобы выступать на телеканалах, для того, чтобы быть кумиром для других зрителей, необходимо быть шоуменом в какой-то степени у артиста и артистом. Что важно, что каждый сейчас у нас участник, он уже может на себя примерить определенный имидж, выбрать себе какую-то музыку для выхода, выбрать команду сопровождения и себя презентовать уже в каком-то определенном имидже. Статусность Рязанской Федерации смешанных единоборств придала и недавний визит наш город великого бойца всех времен Федора Гемельяненко. Он подтвердил намерение Всероссийской Федерации сделать в Рязани один из пяти федеральных центров развития ММА в стране. Это высокая ответственность. Но Федор Гемельяненко выразил уверенность, справитесь. Тем более, что бойцы в Рязани есть. Бойцы проходят взвешивание. Здесь представители разных народов, которых объединила сначала одна страна, а затем и один спорт. И ему они готовы в буквальном смысле слова отдать всего себя. Сам же Анатолий Бараненков на пресс-конференции поделился с журналистами своей мечтой. Смешанные боеведеноборства. Я уверен в этом, что будут олимпийским видом спорта. Не сейчас, я говорю, лет через 10-15. Но и хотелось бы, чтобы у нас в Рязанской области все-таки были олимпийские чемпионы, именно патриоты Рязанской области, патриоты страны, патриоты нашей Родины, чтобы они двигались вперед. И мы хотим им в этом помогать. Добавим, что в ближайшем информационном выпуске мы намерены показать репортаж о том, как проходили бои ММА на земле Евпатия Калаврата. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город. Время говорить. Итоги недели» далее в нашем эфире. Традиционная семья, как объект нетрадиционной атаки, трудностей и радости совместной жизни стали главными на встрече в зале торжеств областного правительства. Как не превратить отдых в истерику? Факты и советы от знающих людей. А вот вам башня. Жители Алеканово протестуют против строительства вышки сотовой связи посреди села. Продолжаем программу репортажем о делах летнекурортных. Не секрет, что наш ненавязчивый туристический сервис способен даже самого спокойного человека довести до отчаяния и прибавить ему тыщенку седых волос. Чтобы такого не случилось, достаточно помнить несколько несложных правил. В октябре прошлого года на директора некогда популярной у рязанцев турфирмы «Робинзон» Алексея Епифанова завели аж шесть уголовных дел по статье «Мошенничество». По версии следствия, руководитель турагентства брал с людей деньги, однако не перечислял их своим оператором-партнером. От недобросовестных действий турагентства «Робинзон» пострадали более 50 человек. Чтобы избежать подобных неприятностей, юристы советуют подробнее изучать договор на оказание туристических услуг. Не стоит также полагаться и на привлекательные рекламные объявления с обещанием небывалых скидок. Да, договор на оказание туристических услуг может быть расторван. При этом своевременное обращение гарантирует и должно гарантирует возврат полной суммы или частично денег, если оператор понес какие-то расходы. Об этом говорится в законе. В соответствии с законом о защите прав потребителей иск рассматривается по месту вашего жительства. То есть вы можете подать в суд на фирму, которая находится очень далеко от вас, находится в другом городе, а вы можете подать в суд по месту вашего жительства. Вы освобождены от уплаты государственной пошлины. При этом, когда рассматривается ваше дело, то суд теперь в обязательном порядке взыскивает штраф в размере 50% от цены иска. И этот штраф идет не в местный бюджет, а в ваш карман. Итак, чтобы не стать обманутым туристом, надо выполнять эти, в общем-то, простые правила. И всегда помнить о том, что у нас есть права, и мы должны их отстаивать. В середине мая мир отметил Международный день семьи. Вообще вокруг понятия семья столько всего наверчано накручено, что не разберешь, где хорошо, где плохо, где вообще никак. Но вот еще недавно сожительство так и называлось сожительством, а сейчас демократично гражданский брак. Или в цивилизованных странах разрешаются однополые браки. Это вроде бы как тоже семья. То есть папа и папа, мама и мама. Какие-то священники, которые должны лучше других знать ветхие и новые заветы, таких, с позволения сказать, молодоженов венчают. Православные, надо сказать, отвергают такие вещи напрочь, именуя как мерзость перед Богом. Не так давно американский президент Обама заявил о поддержке однополых браков. Так что традиционная семья переживает сейчас трудные времена. Ползет на проверенные веками ценности всякой муть и нету ей у корота. На этой неделе в торжественном зале регионального правительства прошло чествование рязанских семей. Слава Богу, обычных, уважаемых и почитаемых. Рассказывает Оксана Тебенихина. В четверг губернатор Олег Ковалев в знак признательности за неимоверный труд наградил почетными грамотами семьи со статусом «многодетные». Народный город в России – это семья, в стране порядок. И это действительно так. Стабильность и семейные отношения – заблоков жизнеспособности государства. Поэтому поддержка Материнского детства является одним из приоритетов нашей работы. Семья Гуребовых. Ольга Викторовна и Руслан Борисович. Шанский район. Угодисты, враче, врачи, врачи, врачи. Мы посещаем вам позицию школы. Все сюда быстро совершают манерские поселения в стране. Старшины, которые учат в лущеобразовательной школе, а также снимают в том творчество, музыкальное и художественное школе. Средние посещают в реке Тебя, а Белагия самая младшая ждает все плоды. В семье Голубевых 11 детей. Екатерина Николаевна признается, что несмотря на такое количество счастья, проблем ей хватает. И связаны они не всегда с воспитательными моментами. Помощь государства оказывается. Тяжело, да? Даже во время церемонии награждения было понятно, насколько тяжело дается родителям сдерживать эмоциональных малышей. Вырастить и поставить на ноги одного ребенка? Ох, как трудно! Представьте теперь, каково этим героическим мамам, надеясь только на себя, рассчитывая лишь на поддержку семьи, они идут к своей цели – воспитать достойное поколение, радуясь маленьким победам своих кровинок. Счастья вам, терпения и крепкого здоровья! К другим темам. Жители села Аликаново опять пытаются отыскать правду и выяснить, кто же подменяет народное самоуправление и почему это так запросто получается в родном отечестве. Здешний народ собрал более полутора сотен подписей против строительства вышки сотовой связи. Дело в том, что эту самую Эйфелеву башню заинтересованные люди намерены воткнуть прямо в центре села. Против строительства вышки сотовой связи, причем прямо в центре деревни Аликаново, что в Рязанском районе, местные жители выступали еще в прошлом году. На сельском сходе они собрали более 150 подписей и отнесли коллективную жалобу главе Рязанского района, который постановил прекратить строительство вышки. Люди, уверенные в своей победе и торжестве справедливости, успокоились. Однако спустя примерно полгода рабочие появились в центре деревни вновь и стали в спешном порядке монтировать металлические опоры. Мы не раз обращались к Ходиной, к Пронькину и в областную администрацию, где нас заверяли, что нигде вышки в Аликанове не будет. Будет ей место дано где-то за селом. Растет деревня, возрастает. И дай бог ей, вот именно хотим мы здесь и площадки строить, все для детей. И вдруг площадка. Зачем? В Мурмино построили, рядом. Еще-то нам зачем? Ну, проще три штуки. Ну, проще три штуки. Вот у меня вопрос, зачем? Местные жители уже устали задавать друг другу подобные вопросы. Они совершенно не понимают, почему постановление о запрете строительства вышки так бесцеремонно игнорируется. Почему именно это место, почему мнения людей не считаются, почему вопросы именно на местном уровне не решаются? Неужели все вопросы решаются только так вот на уровне президента и председателя правительства? Почему такая нечеловеческая ненависть коренным жителям Аликанова? Жители деревни Аликанова настроены решительно. Они не собираются сдаваться, а будут бороться и дальше. И в завершении программы еще о спорте и его энтузиастах. Японские слова и команды звучали на днях в спортзале 46-й школы Рязани. Здесь проходило первенство города по карате. Соревнования по этому виду боевых искусств проходят все чаще, поскольку более демократичного вида спорта, по всей видимости, не существует. Все, что нужно ученику или даже сенсею, кимоно и пара квадратных метров ровной площадки. Дальше только совершенствование, которому, как известно, нет предела, и целый мир древнего единоборства с его философией, мудростью и неповторимым восточным колоритом. Карате – путь пустой руки. Это честно, мужественно и благородно. Победить вооруженного соперника, используя филигранную технику, наработанную годами тренировок, раньше от этого зависела жизнь мастера. Теперь карате – скорее путь познания себя, способ самосовершенствования. Поэтому, казалось бы, закрытое для посторонних азиатское умение распространилось по всему миру. Уважают и любят его и в Рязани. Один из энтузиастов этого спорта – президент региональной федерации стилевого карате Рамиль Сакаев. Долгое время его мечтой было сделать искусство пустой руки массовым видом спорта в регионе. Возможно, сейчас эта мечта сбывается. Турниры по карате собирают в Рязани все больше участников. У нас прочли вся наша федерация карате. Все районы города, можно сказать. И Дашки, и Московский, и так далее. Обратили внимание на карате и власти. Если раньше о поддержке соревнований спортивными чиновниками говорить не особо приходилось, то теперь начальство повернулось лицом к этому виду спорта. Так что – оригато вам! То есть японское спасибо! В этом году очень хорошо, что комитет по физической культуре выделил нам очень хорошие призы, очень хорошие кубки. Ребята на них смотрят и очень хотят их получить. Поэтому медали, кубки получат, ну и еще другие призы. Плюс есть, конечно, специальный сенсеевский приз. Это самый эффективный боец. У нас получит премию сенсея 100 евро. Перьство города по карате стало своеобразным итогом сезона. Хорошим, надо сказать, итогом. Пока молодые бойцы учатся ставить непробиваемые блоки, наносить неотразимые удары в формальных комплексах, сенсеям приходится режать административные проблемы. Врезание с этим стало полегче. А значит, карате по-настоящему стало массовым спортом. На сегодня все. Хороших вам выходных и последующего доброго вхождения в следующую трудовую неделю. Напомню, закончится она и начнется лето. Удачи вам и до встречи в эфире телекомпании «Город». Дома-корреля Знают взрослые и дети о том, Как мы вкусно и душевно печем Брян конфи, готовим вкусно словно мама Где бы ни был ты, возьми с собой брян конфи Брян конфи, всегда уютно рядом с нами Приходи с друзьями в семью брян конфи Брян конфи, попробуй и ты